Ребята, дорогие, здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как разобрать ноутбук Samsung N150 Plus для прочистки. Для этого нам понадобится открыть ноутбук, если он у вас включен, и обесточить его, соответственно. Мы обесточили данный ноутбук. И теперь приступаем к разборке данного ноутбука. Для того, чтобы разобрать ноутбук N150 Plus, чтобы не поцарапать глянцевую панель, нам нужно подложить что-нибудь мягкое. Допустим, тряпочку. Теперь можем разбирать на прочистку. Для этого, чтобы нам его разобрать, нам понадобится извлечь батарею аккумуляторную и отложить ее в сторону. Откручиваем винты, которые мы видим. Корпусные винты. И откладываем их в сторонку. Вот так, сейчас. Открутили винтик и откладываем их в какую-нибудь такую стороночку. А, удобнее использовать какую-нибудь емкость, чтобы болты не укатились. И разбираем все видимые болточки. А, еще не забудьте вытащить вот этот картридер. Заглушку картридера. И, если хотите, можете открутить крышку оперативной памяти. Когда операция была произведена и все болты были откручены, теперь поддеваем карточкой или медиатором, не знаю, чем хотите. Вот здесь, в районе разъема, вот, ну, короче, с правой той стороны поддеваем вот так вот. И тянем аккуратненько довольно вверх. Ну, вот так вот делаем. Аккуратненько, чтобы не выломать последнее, так сказать. Ноутбук этот вообще просто и задом, можно сказать, вытащен был. Несколько раз. Ну, конечно, не мною. Вот тут еще вот. Теперь, я не знаю, сейчас я попробую. Теперь отщелкнули, да? Ой, извините, ребята, ошибся. Все-таки, наверное, надо все-таки открутить плашку оперативной памяти. Все-таки она держит, видать. А я забыл, то ли она не держит, то ли не держит. Я забыл, вроде держит она. Извините, ребята, если вы хотели произвести ошибку. Да, вроде, наверное, и держит. Кстати, тоже пыльная. Вытащим заодно память. Так. Нет. Без этого было. Ну, ладно. Поддеваем. Крышку вот в районе вот здесь вот. В вентиляционных отверстий. И теперь... Теперь снимаем крышку. Поддеваем мы слегка вот туда и снимаем корыто. Как видите. Теперь извлекаем оперативную память, которую я вам ранее сказал. И, как видите, здесь нету мест по адвесу. В принципе, здесь можно не прикреплять, не откручивать крышку оперативной памяти. Вот, как я сказал. Ее можно просто снять. Я ее заранее уже открутила. Можно снять и почистить ее тоже. Но я не буду. Вот. Что мы теперь делаем, ребятки? Как видим, у нас здесь материнская плата. Не знаю, будет видно. Поближе сейчас сделаю чуть-чуть. Вот наш вентилятор. Он не запылен, в принципе. Чистый довольно вентилятор. Сейчас я как раз-таки отсоединю. Что-то нам не мешался. Модуль связи. Отценю его. Отценю, говорю, отсоединю его. И оценю состояние термопасты. Так, давайте откручу первые. Оценим заодно состояние термопасты. Ну, херовое состояние, поэтому снимаем, соединяем. Смотрим на состояние здесь. Фиговое состояние термопасты. Давайте почистим. Возьмем тампончик ватный и почистим процессор. Для этого я буду использовать сухую салфетку, наверное. И почистим аккуратненько. Почистим процессор так. Не будет наглядно видно. Я это почищу. Сделаю очень аккуратно. Продую от пыли немножечко. Вот так вот сделаю аккуратненько. Возьму вот эту тряпочку, на чем он стоит. Она слегка увлажненная. Она слегка увлажненная. Не путаем болты, которые находились внутри. От процессора не путаем. Соответственно, не путаем от... Соответственно, ну выгоняли. И не путаем от того, что у нас сетевая карта. Чистим предварительно. Чип. Аккуратно очень чистим. Чтобы не сколоть последнее. И чистим, соответственно, Так сказать, тут. Чистим. Все, мы почистили. Предварительно бумажечкой это я Вытру здесь. Опа! Все у нас чистенько. Вентилятор можно предварительно подуть. Я сейчас подувню. После нанесения термопасты К сожалению, у меня КПТ-8 Закончилась у меня другая паста. Другу наносил. У меня совсем оставалось чуть-чуть. Поэтому Так, аккуратненько вставляем Процессор. Точнее, охлаждение. И закручиваем По инструкции, как здесь указано. Сначала первый винтик. Потом второй. У меня, к сожалению, Отвертка не магнитная. И Вот чуть-чуть сначала Что-то не сколоть. Ничего там. Да, у меня отвертка не магнитная. Так, давайте вот так вот еще. Непрофессионально, конечно, это все. Сильно не затягиваем. До упора, как говорится, доводим. И все. Теперь подключаем нашу сетевую плату. Так. Что-то не подключается. А вот все. Теперь Фиксируем. Не забываем подключить охлаждение. Я чуть это не забыл сделать. Поэтому не забываем подключить охлаждение. Вот у меня не один раз такое бывало. Я забывала подключать охлаждение. Видеокарту у друга. Вот. Теперь вставляем Предварительно чистив Оперативную память. И все. Очищаем Вот здесь места некоторые Под вентилятор. Вот тут охлаждяем. Охлаждяем, говорю. Моем корыто, так называемое. От пыли вытираем, как можем. Вот видите, у нас пыли много. Очень хорошо вытираем Вот это отверстие Под вентиляцию. Это очень важно, кстати. Вот. Под динамики можем вытереть. Вот места. Под динамики. И делаем все это слегка сухой тряпкой. Слегка увлажненной. Соответственно, не очень сильно мокрой. Категорически запрещено делать это мокрой. Мокрой тряпкой. Вот. Можем почистить. Ну, что-то хотим тут. Паутину, например, убрать. Можем, когда вот так вот я мыл. Ноутбук точнее очищал. Вот. Вот это корыто просто залито было джемта. И тут паучок сделал свою сеть. И вот здесь ее сделал. Вот в этом месте. Вот. Поэтому теперь мы Для нашего теста нам достаточно. Не угробили мы ни чего. Не закручиваем сначала все. Проверяем. Данный нетбук. Не сломали мы во время операции что-то. Я не знаю. Ну, что можно было сломать во время операции, ребята. Как вы думаете. Я не знаю. Процессор сколоть там что-то. Сейчас. Погодите. Я подниму немножко камеру и закрою топ-кейс. Чтобы закрыть корыто нам нужно... 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 Блин. Так. Вот. Защелкнуть. Подтолкнуть в эти разъемы. От наушников заткнуть. Теперь мы закрываем Топ-кейсик С крепущего ноутбука. Защелкнулось. Да. Защелкнулось. Нет. Пока не все. Но нам не важно пока это. Наверное. Так. Защелкиваем. Проходимся поверхностно. Так. Перед тем как вставить батарейку Давайте все-таки мы закроем Крышку оперативной памяти пока. Ставим аккумулятор. Если у нас, кстати, ребята Теплоотвод От КПТ-8 Не очень хороший, кстати, будет, конечно. Желательно вообще не КПТ-8 Но вот у меня, видите, кусок тюбика этого остался. Вообще, наверное, термопаста Надо было вдруг купить мне свежую термопасту. И если куплю свежую, то заменю обязательно за кадром это. Но это уже после карантина. Теперь смотрим. Не взломали мы ничего. Да нет, все работает исправно. Надо протереть. Конечно, будет. Так. Вентилятор. Ну, я не знаю, сейчас Теплоотвод лучше ли не будет. Но там термопаста не такая уж и сухая совсем была. Так. Сейчас потрогаем, крутится ли вентилятор. Ну-ка. Вы не думайте, я не нюхаю там ничего. Я просто носом буду определять, крутится ли там вентилятор. Временно здесь стоит Windows XP. Я потом семерку оригинальную, я уже нашел ее. Она сразу спойлеры, ребята, вам. Это Windows 7 домашняя. Базовая. От какой-то другого ноутбука. Но с родным вот этим софтом от этого ноутбука. То есть там всякие вот, типа вот этих функциональных. Я отжалую этой семерки вот это. Вот. Ну, вентилятор не крутится. Иначе Теплоотвод у него хороший. Так. Ну, на этом все, ребята. Кстати, на Windows XP гораздо лучше производительность, даже чем у родной семерки. Вот. Здесь начальная стояла, но я не нашел начальную, конечно, к сожалению, на домашней. На Microsoft у меня почему-то ошибка выскакивает при скачивании. Смотрите, 1% нагрузки и 231 мегабайт оперативной памяти потребления. Здесь при том 1 гигабайт стоит. А когда семерка здесь, здесь 700 потребляется памяти. Максимум 700. Бывает 400 иногда простое. Но это редко. Но очень часто 600-500. Но за счет того, что обновление там все. Видимо, я его оставлю все-таки на Windows XP. Мне совершенно пофигу. Крутая, не крутая эта система. Главное мне производительность данного компьютера. И все. И быстродействие. Мне не нужно всякое-то новое. У меня есть другой ноутбук. Это чисто так. Поностальгировать. Что-то здесь поскачивать интересное. Поэкспериментировать над какими-то вирусами. Потом это все переустановить. Вот. Ноутбук сам по себе очень неплохой. В принципе, звук у него, в принципе, вот. Регулируется все. Ну, вроде вентилятора не крутится. Значит, теплоотвод у него хороший. Ну, вот, ребята, все. Все, ребята. Вот на этом мы произвели... Произвели, так сказать. Кстати, если что, я вам скажу сразу спойлеры про виду. В Windows XP она обновлена максимально. Смотрите, клавиатура как. Это из-за того, что она не прикручена. У меня топ-кейс. Она не зафиксирована. Поэтому вот так она. Так что вот на этом все, ребята. Всем пока. Подставьте лайк, если вам помогло это видео, так сказать. Если у кого есть такой компьютер, конечно. Но, если что, все. Всем пока. 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 Продолжение следует...